Одной из самой распространенной причиной возникновения пожара в домах является неправильное обращение с электрическими приборами или электропроводкой. По статистике это каждый третий пожар в жилом фонде. Казалось бы, что может быть проще? Установили автоматический выключатель нужного номинала и в случае короткого замыкания он выключит электричество и предотвратит пожар. Но на самом деле не все так просто. Если в вашей розетке напряжение регулярно опускается, значит ваша сеть перегружена или сильно изношена и в случае короткого замыкания она не сможет выдать достаточный ток, чтобы сработал автомат защиты. Этому свидетельствуют нередкие случаи возгорания электросчетов на лестничных площадках многоэтажек. В этом видео мы наглядно вам продемонстрируем, что произойдет с вашими электроприборами, если игнорировать требования инструкций по эксплуатации. Для начала рассмотрим обычный удлинитель. Во-первых, не все удлинители одинаковые. Существует разная площадь сечения проводов, от которого зависит допустимая нагрузка. Во-вторых, любой удлинитель можно перегрузить. Если одновременно включить несколько мощных электроприборов, такие как пылесос, обогреватель или чайник, то удлинитель начнет нагреваться, а в местах соприкосновения провода нагрев будет усиливаться. На видео видно, как провод начинает плавиться, а через некоторое время и вовсе начинает искрить и загораться. Вилка в розетке тоже стала горячей и если вы просто ее можете выдернуть, то считаете вам повезло, ведь она может вплавиться в розетку, так как розетка подвергается экстремальному нагреву и тогда уже необходимо будет успеть до возникновения пожара обесточить всю линию. Наверняка каждый из вас однажды забывал отключить утюг или, например, плойку для волос. В подобных приборах предусмотрены устройства защиты, но и они могут выйти из строя. Возьмем для эксперимента электрочайник с неисправным устройством, срабатывающим от достижения определенной температуры. Возникновение пожара в этом случае лишь вопрос времени. После выкипания воды вместо пары появляется едкий дым от расплавленного корпуса чайника. Если автоматический выключатель в вашем электрощите вовремя не сработает, то о последствиях такой неисправности вы все, думаю, догадываетесь. То же самое может произойти с любым другим электронагревательным прибором. На ваших экранах можете наблюдать, как начинают плавиться пластиковые элементы электрообогревателя. Если вы решите высушить носки на таком обогревателе или стоит только на мгновение соприкоснуться с ним за навеской, пожар неизбежен. Повсеместно нас окружают различные автономные гаджеты, имеющие встроенные элементы питания. Телефоны, смарт-часы, электронные сигареты, литий-ионные аккумуляторные батареи нашли широкое применение в повседневной жизни. Однако, несмотря на защиту данного типа батарей с помощью механизмов обеспечения безопасности, пожары от них являются относительно частым явлением. Существует ряд факторов, из-за которых стабильная структура литий-ионного аккумулятора может быть повреждена, что спровоцирует пожарную опасность. Внешнее короткое замыкание, перезаряд и чрезмерный разряд являются основными чертами электрического фактора. Когда напряжение разомкнутой цепи батареи заряжается выше допустимого, происходит перезаряд. В результате увеличивается внутреннее давление батареи, происходит деформация батареи и утечка электролита. Кроме того, в процессе перезаряда также наблюдается сильное выделение тепла и газа. Не стоит забывать о физическом и тепловом факторе повреждения. Батареи нельзя разбирать и перегревать. Также допустим производственный дефект и банальное старение аккумулятора. Важно использовать качественные и соответствующие аккумулятору зарядные устройства. Современные зарядные устройства оснащены встроенной системой защиты от перепадов напряжения и перегрева, но и качественные зарядные устройства иногда бывают с браком и со временем выходят из строя. Помните, что перед тем, как начать использовать любой прибор, необходимо изучить инструкцию. У каждого устройства есть свои правила безопасности и меры предосторожности. А включенные электроприборы не стоит оставлять без присмотра даже на непродолжительное время. Пользуйтесь исправными электроприборами, доверяйте их ремонт специалистам, внимательно относитесь к своей электропроводке и только тогда вы обезопасите себя от пожара.